Заходи в Дискорд, если ищешь себе тиммейта. А еще не забывай про бусти. Там очень много контента, а минимальная подписка стоит 10 рублей, где есть таблица с серверами для фарма и куча сборок оружия. Контент обновляется по мере появления чего-нибудь интересненького. Заходи! Приветствую! Вы на канале Дистракт. С вами Дима. Гранаты очень важная часть нашей игры. Спектр их использования очень широк. Одни можно использовать, чтобы выиграть для себя время, а другие, чтобы атаковать противника. Отличие тех или иных гранат, как минимум в общих чертах вы знаете. Однако мне стало интересней разобраться в данном вопросе чуточку детальней. И знаете, я нашел пару интересных вещей, так что советую досмотреть до конца. Ну а в данном ролике мы озвучим такие темы. Различия гранат между друг другом. Сам принцип того, как мы получаем урон от все тех же гранат. Также разберем, насколько опасна та или иная граната на определенных расстояниях. Есть ли смысл ложиться в противоположную сторону от взрыва. А также вычислим радиус, на котором та или иная граната гарантированно будет убивать противника. Ну что ж, приступим. В принципе, все гранаты можно поделить на три условных типа. Те, у которых большая задержка перед взрывом. Гранаты с маленькой задержкой. И контактные гранаты. Гранаты с большой задержкой, а это РГД, Ф1 и в особенности М67, используют чаще всего, чтобы выиграть время. То есть, у нас есть где-то противник в конце коридора. И мы хотим либо сократить дистанцию, либо запушить его. Но боимся, что он не вовремя нас пикнет. Тогда откидывается гранатка, и до момента ее детонации мы пытаемся сократить дистанцию. В случае с гранатами с малой задержкой или же контактных, вообще все совершенно иначе. Ими мы уже пытаемся убить противника. Соответственно, мы знаем, где он находится, откидываем гранату и не оставляем шанса ему как-либо убежать. Но вся загвоздка в том, что есть ВОГ-25, а есть ВОГ-17. И в чем же разница? Это же касается РГО, РГН, РГД, Ф1 или же вообще М67. Для начала разберемся с принципом получения урона. Дело в том, что в параметрах той или иной гранаты прописано значение максимального урона. И на это смотреть на самом деле бесполезно. Ведь даже непонятно, чего конкретно оно касается. Сама по себе граната вносит урон либо самим взрывом, либо осколками. С уроном от взрыва все просто. В параметрах гранаты прописан радиус взрыва. И соответственно, чем ближе вы к самому дальнему значению, тем меньше урона вы получите. Таким образом, на расстоянии в 7 метров, Ф1 уже не вносит практически никакого урона. А вот если это будет М67, у которой радиус взрыва уже 8 метров, на 7 метрах вам будет очень нехорошо. С осколками все немного сложнее. Если он попадет вам в незащищенную голову, вы 100% умрете. А вот при попадании в грудь или еще куда, вы скорее всего выживете. Однако, есть важная истина. Осколок это физический объект. Соответственно, если уменьшить область, в которую он может попасть, у вас будет куда больше шансов, что он по вам не попадет. То есть, ложиться ногами к взрыву действительно имеет смысл, чтобы уклониться от осколков. И это достаточно легко проверить. На граничащем расстоянии, где еще немного и вас убьет взрывом, РГД оставляет вас в живых в 50% случаев. Потому как в вас залетают осколки, и это оказывает смертельный фактор. Но стоит нам лечь к этой же РГДшке пятками, осколки максимум попадают в ноги. Что не является смертельным ранением. Но все же интересно, какой же шанс умереть от осколка на разном расстоянии. Кстати, количество осколков тоже прописано в описании гранат. Но дам спойлер, это вообще никак не связано с реальностью. В итоге, взяли мы по 20 гранат каждого вида. Отошли на 7 метров и начали взрывать. Фиксируя каждое попадание осколка, вне зависимости от того, в голову или же не в голову. Но когда мы поставили одного человека, которого закидывали гранатами, в него осколки вообще не попадали. А раз шанс попадания осколка невелик, мы его увеличили, поставив просто большее количество людей. Кстати, вот их никнеймы. Итого, за 20 взрывов РГД суммарно по всем участникам прилетело всего лишь 5 осколков. А вот когда тестили F1, вообще ни одного. Но зато в других тестах он умудрился убить за 17 метров. ВОГ-25 ранил осколками также 5 раз. А вот ВОГ-17 всего лишь 3. Что, между прочим, очень странно. Учитывая, что у 17 ВОГовки 100 фрагментов, а у 25 всего лишь 35. У РГО один из худших показателей. Всего лишь 2 осколка. А у РГН вообще один. Проверять М67 на 7 метров было просто невыносимо. Так как она вносила достаточно много урона. И потому пришлось отойти на 8 метров. И даже в этом случае, суммарно, мы словили 8 осколков. А это больше, чем у кого-либо. К слову, насчет этих же осколков. Броня или же забрало спокойно могут вас от них защитить. Даже третий класс брони ими не пробивается. Так что забрало от Fast MT это вполне себе панацея. Сократив дистанцию до 5 метров, открылась немного новая картина. ВОК-17, ВОК-25, РГО, РГН не имели практически никакого шанса нас убить. Однако стоит отметить, что при использовании ВОК-17 осколки прилетали по участникам почти при каждом взрыве. А в случае с ВОК-25 в 2, а то и в 3 раза реже. Что в принципе уже имеет логику. Говоря про их урон, ВОК-17 вносит куда больше. И как бонус плюс еще и куча осколков. Из-за чего можно было бы сказать, что ВОК-25 хуже. Однако не забываем, что время до детонации у 25-ки это 2 секунды, а у 17-ой 3. Осколки от РГО и РГН залетали даже хуже, чем от ВОК-25. Говорить про урон вообще особо нечего. Они обе вносят очень мало. РГО немного больше из-за своего радиуса действия, а РГН можно сказать, что вообще никакого урона не наносит. РГД гарантированно убивал нас взрывом, поэтому пришлось отойти немного дальше, а точнее на 60 сантиметров. И тогда уже подопечные умирали в половине случаев, как раз таки из-за осколков. А если и не умирали, то получали значительный урон. В случае с F1 по расстоянию ситуация такая же. Однако осколки убивали уже в 25% случаев, а получаемый урон был чуточку меньше. М-67 это вообще отдельная история. Даже на 5,5 метров это гарантированная смерть, потому что у нее радиус действия больше и бьет она куда убойней. А осколки даже на большем расстоянии залетают уже с каждым взрывом. Подводя итоги всего вышесказанного, хочется отметить такие вещи. РГД более смертоносна, чем F1, но только из-за своих осколков. Которых, к слову, меньше, но при этом у них, видимо, лучше разлет. ВОГ-17 вносит больше урона, чем ВОГ-25, но ВОГ-25 быстрее детонирует. Так что сами думайте, что вам больше нравится. И хоть в ВОГ-17 огромное количество осколков, они разлетаются таким образом, что в голову чаще всего вообще не залетают. РГО и РГ, ну почти что одинаковые. Хоть РГОшка бьет немного дальше, тот урон, который она вносит, по сути мизерный. И в реальном бое, что той гранатой, что той, нужно просто попадать прямо в противника, иначе вы банально его не убьете. М-67 невероятно убойная граната, которая очень долго взрывается. Из-за чего спектр ее использования очень сильно сужается. И она только дает вам пространство для выполнения каких-то маневров. Однако делайте их аккуратно, вы сами видели, на что она способна. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Был рад вам рассказать, показать. Увидимся в следующий раз. Удачи!